всем привет сегодня у нас вторник рабочий день в принципе народу мало в городе туристов вообще практически нет я выбрался погулять давненько не гулял по центру города и сегодня пройдусь по одному из самых моих любимых мест остров шепсхольмен и кастельхольмен вот это два островка один побольше другой поменьше я сейчас как раз нахожусь при начале моста который ведет на этот остров и так отправляемся небольшую прогулку сегодня я делал наушники которые обычно ношу с собой слушаю музыку как правило время прогулки а сегодня я наушники подключил камере первый раз сейчас пробую как будет звук будет ли задувать не будет ли задувать по крайней мере сегодня сильный ветер и интересно проверить это дело вот я иду по старому железному мосту с деревянным настилом как вы видите здесь уже хожен и перехожен не только мной я здесь ходил по этому мосту но раз наверно 40 50 может даже 60 раз я часто когда прогуливался по городу заходил на эти острова дел круговую пешую прогулку здесь с левой стороны много старых разных корабликов стоит интересный частично на них люди живут даже на большинстве из них люди живут летом типа как на даче вот многие сдаются под разные тесты то есть можно компании заказать и провести какое-то мероприятие на корабле на воде хорошую погоду здесь просто красота ну и часть которая выходит в море а здесь просто швартуется если машина остановились потому что здесь светофор дорога через мост узкая мост старинный он основном для пешеходов справа и слева видите пешеходные проходы в середине узкая одноколейная автомобильной дорогой и вот сейчас включился зеленый они поедут то есть попеременно проходят машины мы пойдем по правой стороне по правой стороне обычно я почему-то хожу по левой стороне но в данном случае в данном случае пойду по правой пройду мимо этого парусника влюбленные парочки заседают везде ничего хорошее место тихая спокойная красивая вот из этих пушек салютуют по праздникам то есть они рабочие в рабочем состоянии вот на этот корабль доступ всегда свободный был не знаю как сейчас я не вижу вообще людей вот здесь в общем-то отель отель желающим могут снять номер видите там круглые ламинаторы вот там находятся эти самые каюты интересно открыто сейчас или не открыто посмотрю ворота здесь как в принципе коронавирус должны быть закрыты тем более не выходной ну да ворота в общем-то закрыты в это время обычно коронавирусные времена здесь много народу прогуливалось очень много на лавочках тут сидели сейчас видите все свободно мне даже это и больше нравится ощущаешь себя прямо как у себя где-то на загородном участке королевский мусорник тут это солнечная батарея то есть он это вакуумный здесь мусор не вытаскивает он землей проложены вакуумные трубы таким образом мусор уходит сразу на места переработки ну а механизм работы за счет солнечных батарей которые на этом же мусорнике и установлены тут я пару раз помню сидел в жаркую погоду пил пиво и загорал вот именно в этом месте отсюда хороший вид на гамластан и королевский дворец он там и здесь у нас с люцин который сейчас перестраивается видите вон там по мосту машины едут такого желтоватого цвета этот новый мост золотой мост немножко далековато правда там сейчас полностью идет реконструкция еще не початый край работы но мост уже его в этом году привезли из китая и вот сейчас он уже функционирует мой я по нему сейчас прошелся машина ездит но он еще не полностью готов там как бы снимать сейчас не не очень интересно ну-ка сорву сиреню буду нюхать ее по ходу дела вот такой вот никаких духов не надо как она пахнет мощно вот но я уже как-то говорил что это мост сделали в китае чем он интересен он ценно металлический сварной до привезен был на огромной барже специальной до на длина его 100 с чем-то метров не помню вот и прямо целиком его здесь установили правда я этот момент не ухватил как-то прошляпил вот а баржу саму я видел когда-то гулял и видел стоит огромная баржа я еще не мог понять что это такое для чего это а вот оказывается она и привезла этот мост лебеди тут отдыхают вот на этой лавочке тоже раза три на рассидел обычно они сижу обычно я хожу пешком много вот но и помните какое-то жаркое лето было я на них засиживал корабли нет лодок нет не вижу что гристы катались все закрыто ну лебедей много парочками тут плавают периодически обратите внимание здесь нет никаких заграждений вот обычно в швеции на набережных нет заграждений вот так вот можно прям пойти и сковырнуться туда поэтому дисциплина пьяных нет если пьяный здесь идет свалился утоп и все одним стало меньше вот таким образом здесь идет борьба с пьянством алкоголизмом тут нужно всегда быть в меру выпившим чтобы так сказать не пройти и не упасть за грани за это без заграждений с пирса прямо весь и вот эти высокие как называются башни это грёна лунд парк размещений не знаю наверно еще закрыт скорее все закрыт скажи коронавирус мы идем дальше прямо и вот напротив меня вот это вот видите там башенка с флагом если видно отсюда издалека а на ближнем плане красная такая ну церковь и церковь это не церковь похоже на церковь католическую да тоже старое старое строение вот этот кастельхольман остров и есть сейчас я зайду на него сделаю кружок по этому острову и потом полицейский вертолет наверно на видно его не видно не это не полицейский это спасательные службы курсирует над водой смотрят в случае чего если кого спасать придется сирень какая меня пахучая вот так вот идешь нюхаешь сирень наслаждаешься видами и кто тебе не мешает тишина покой умиротворение сегодня слушал ролик одного американского блогера бог толстяка но кто меня смотрит наверняка его смотрю что у нас у многих обратно полетел у нас у многих перекликаются эти предпочтение кого смотреть и они там женой сегодня втирали тему про депрессию но я так понял что ролик был заказной за деньги в общем то весь смысл ролика был о том что здесь у вас депрессия то есть у них типа была депрессия может и было нужно обращаться к психологам не простым психологом а профессиональным ну чтобы спастись от депрессии до но депрессия по разным поводам бывают как правило это когда денег совсем мало нет работы до за жилье платить не чем поесть воли не получается ну и там на любовь на фронте у кого-то может быть тоже часто бывают вот люди даже идут на крайние меры друг друга мочат и это зашел хотел по пирсу а тут оказывается все таки через мост надо идти ну и вот они там втирали такую девушку психологам какие-то психолога среди швец и никаких психологов не нужно вот так вот сорвал веточку сирени идешь занюхиваешь ее запах прям как это самые дорогие духи вот видите здесь живут на этих лодках как самые дорогие духи и наслаждаешься видами вот этими просто наслаждаешься и никакой депрессии у вас не будет если он даже и появилась стоит просто погулять хотя бы пару часов вот так можно присесть на лавочку присаживаться на лавочку включая музыку и вот так вот обозреваем окрестности ладно у нас длинный путь идем дальше вот слева вы видите как им цесарки называется вот эти они плавающие тоже штуки не канадские гусь они другого типа уже мне сигнале что не подходи близко с цыплят увидите с маленькими цыплятами это гуляют может напасть на меня выражать недовольство ладно не будем мешать вот а вот это слева от меня видите да старинный старинный деревянный такой дом не видите там люди сидят видите люди сидят двое пожилых две девушки помоложе девчонка маленькая это дом престарелых это дом престарелых и видим вот эти да вот они едят они к ним приехали похоже в гости проведать стариков ну смотрите как у них здесь прикольно все и вот такой вид напротив из окон да а с той стороны изнутри то же самое там зелень гора туда-сюда красота вот это один из домов престарелых швеции причем такие дома расположены всегда в очень таких крутых хороших интересных красивых районах и сколько у них тут цветов вот ну естественно у них там все внутри оборудована как положено их тут кормят вот медицина у них там постоянно присутствует медицинский персонал какой-то убирают естественно за не стирают они наслаждаются своей пенсионерской жизнью а ну так вот возвращается блок толстяка они значит вот туда-сюда надо это психологом мы ссылочку оставим под роликом заходите 20 процентная скидка будет да причем причем впаривается психолог по это по интернету через skype да то есть у вас какая-то проблема у вас нет работы денег жилье и жилья вас будет сейчас выселять а вам психолог впаривает через skype какую-то фигню чтобы избавить вас от депрессии да ну абсурд конечно абсурд лучшее на мой взгляд вот допустим если не пьете не курить и да вот так вот жить такой красивой стране выйти на природу даже прогуляться воде по городу вот и таким образом раз посмотрю налево и таким образом избавляться депрессии легко можно избавляться допустим даже из своего опыта скажу когда-то на заре моего приезда сюда у меня тоже были тяжелые времена но может быть они тянулись года два в общей сложности потом как-то все устаканилось мы были реально тяжелые многие при таких условиях подали реально в депрессию и уезжали отсюда когда не получалось людей справиться с трудностями они опускали руки и все и капец так ладно сейчас сниму парусники смотрю а вот про него написано и картинки треку нур а это брига этого здесь ремонтируют разные парусники разные парусники ремонтируют частности вот этот видимо реставрируют как я понял 34 было мальчик 3s да вот мачте юрите реставрирует 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 вот вот эти такие парусники а ты он называется триокру нур но это его стоянка здесь вот они как раз это вот напротив грёна лонд там я вижу два корабля береговой охраны профилактики какой-то стоят и вот пришел громадный океанский корабль мэйн большой океанский корабль что все нормально туристы катаются вот и насчет депрессии так вот например у меня депрессии вообще никогда не было но в тяжелые времена чтобы это сказать для профилактики не допустить вот я тогда курил курил ну чем тяжелее обстановка была вокруг меня тем больше курил меня доходило бывал до двух пачек в день это максимально было потом полторы было долго курил но потом уже это вообще бросил когда все стакану курение сильно помогало очень сильно бывало сядешь вот так вот задумаешься как же выйти из какой-то сложной ситуации какой-то сложной ситуации но это касалось когда не было работы допустим соответственно денег и за жилье проблем платить было так что посмотрю как они сделали понятно вот сейчас еще посмотрю здесь я сейчас приглядываюсь к разным конструкциям увлекся в последнее время строительными всякими поделками вот вот курение конкретно помогало причем даже без выпивки потому что когда денег нет выпивка здесь дорогая то уже сигареты были накладно покупать но но это было своего рода психологическое лечение без помощи таблеток без помощи этих антидепрессатов без помощи тем более психологов поэтому мой совет кто еще в относительно молодом возрасте испытывает уже депрессии по разному поводу начните курить начните курить если вы не склонны к алкоголизму как я вы можете ну раз в неделю два раза в неделю с уж совсем припечет выпивать хороший качестве напитки или хорошее пиво пример красное вино раз в недельку немножко крепких напитков типа джинн ром виски вот такого типа да не водку тогда вам никакая депрессия не будет страшно но естественно нужно иметь твердые выдержанный наркотики характер по наследству наркотических корней человек то есть у меня викинки были глубокой древности у меня знаете она генетически передается на это и врач сказал на генетически только вот это означает что в моем роду были настоящие викинги скандинавские то есть это или датчане или шведы норвежцы были вот мне что-то кажется что это были шведы потому что я был в дании вот но швеция меня всегда привлекала больше продолжаю прогулку по острову шепсхольмен перед сделал пол круга возвращаясь как бы обратно в прошлом году здесь была реконструкция вот этот первый этот перс реконструировали полностью вот сейчас видите тут заканчивают дорогу ее тоже тут обновили и вот уже вот этого корабля раньше здесь не было вот смотрите как выравнивают укладывают все тут по уровню бетон здесь будут трубы канализация так корабль а дальше все открыто быстро не то сделали все открыли уже можно ходить полностью по всей окружности острова тут небольшой кусок дороги еще доделывает такой большой флаг шведский это старые старые дома смотрите какие нестандартные толстые доски тут толстые нестандартные это я так дом пятидесятка сейчас стандарт идет 45 это пятидесятка заглянем сюда пройдем здесь напротив вы видите это музей васа корабль который затонул там 300 лет назад его подняли установили сделали музей здесь разные курсы видите вот это плотники корабельные плотники это всякие эти кузнечные работы курсы по моторам по сварке по вождению всякие вот под парусом в общем все вот они все курсы вот есть можно записываться проходить покупать корабль или устраиваться на работу матросам или там механиком шкипером кем угодно вас тут подготовит конкретно профессионально подготовить здесь традиции многовековые сейчас пройдем мимо этих мест где они учат людей молодежь учат разным этим специальностям причем тут как правило как деревянные всякие лодки да и соответственно чтобы традиции не умирали они вот все это делают а эй кана фирма лита фирма лита окей так нет не хочет ты его просто так снимал я говорю чай с ней сниму говорит да не не надо я говорю ладно но я уже снял или мне без разницы чего не бояться сниматься я от ничего не боюсь вообще даже собак а вот тут ученики видите работают все все как положено красиво красиво смотрите вручную красиво качественно нам наяривает чё что такое творится для кого нету наяривает слышите старинная шведская музыка там еще органчик стоит маленький неудобно там видим какое-то мероприятие но я сейчас обойду с другой страны может быть там можно столярная мастерская человек противогази работает соблюдай технику безопасности так здесь у них хранятся доски какая у меня сирень вот эти деревья это на мачты скорее всего пойдут а может быть на распил но распил корпусов идем дальше так на чем же мы закончили мы закончили что вот от депрессии может спасаться трудом каким-то который в удовольствие будет то есть не обязаловка не то что там 6 утра встать поехать на работу и все начать работать да а потом через два часа перерыв на обед нет вот должна быть такое вообще не напряженность мысли не должна быть должно быть даже экспромтом может быть иногда где-то вот не торопясь на расслабление но не обязательно расслабление иногда и напрячься на напрячься так что потом как после хорошей тренировки знаете когда напряжешься на тренировке потом сходишь в душ и такое расслабление такое такой кайф получаешь но никакой депрессии тебя уже в жизни возьмёт здесь люди живут так что если курение не помогает спиртной нежелательно злоупотреблять в некоторых случаях может помочь у некоторых усугубиться а ненапряжённая трудовая деятельность ну и даже не трудовая а хобби хобби назвал бы увлечься чем-нибудь но опять же если у вас к этому склонность если вы достаточно талантливый человек чтобы быть какое-то одно хобби для себя поделись вот не у всех получается талантливых людей не так уж и много но в принципе я знаю людей которые вообще не имеют ни слуха ни голоса вообще но при этом умудряются они пытаются найти все музыкальные хобби да или у них плохой это сам вестибулярный аппарат и вообще нестыковка рук и ног но при этом они все равно это они все равно например занимаются танцами да профессионально типа пытаются хотя у них данных к этому вообще никаких нет но люди получают удовольствие от этого ничего нет и таким образом они тоже не подвергаются депрессивному состоянию вроде как так если у вас есть какие-то музыкальные способности идеально идеально уйти в музыку играть петь сочинять да отлично работает 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 но не сильно потому что я где-то читал что швеции вот в этом году ожидается даже рост по сравнению с прошлым годом вот все уже просчитали в общем-то говоря все нормально рост экономики но это вы сами поняли да два мальчика прошли редкий случай не часто такое видишь вот хотя вы скажете вот даже это ко мне на камеру попали не это редкий случай просто вот так совпало но лучше уж такие чем будут ходить какие-нибудь алкаши с бутылками в руке как я видел недавно вот я сразу подумал кто это такие когда они подошлись я услышал что они говорят по-польски еле на ногах держались по бутылке пива в руке шведов таких практически не увидишь но и может быть там вечером в субботу еще из какого-нибудь бара паба возвращающихся можно и то они быстро рассасываются по своим домам ну вот фактически я прошел с вами вокруг острова кастельхольмен и вот сейчас заканчиваю круг по острову шепсхольмен вот еще сто метров я выйду к точке моста с которого я сошел на берег здесь все внутри изрезан туннелями разными да видите туннель и там даже свет горит ну-ка взглянем а там идут работы написано там идут работы видите дорога автомобильная и там глухая дверь но я знаю тут под всем стокгольмом под такими горами обязательно и бабу бежи тут и все что угодно вот пушка старинно лежит красота когда зелень вот весна совсем другой антураж когда вот я был тут помнится зимой прохладно все голые серые вот ну по-своему тоже красиво конечно когда такая сочная зелень это просто что-то да еще сейчас многие эти самые деревья и кусты цветут вот сирень в частности запах а черемуха черемуха везде цветет тоже запах прямо обалденный черемухи красота видите сколько здесь входов в эти туннели здесь видно что это стройматериалы машины и туда куда-то вглубь на машине едут что-то там но я слышал что в последнее время поднялся вопрос о расконсервации бомбоубежищ которые были холодную во время холодной воды понастроены практически все население швеции могло укрыться них они были законсервированы а сейчас в связи с возможными провокациями со стороны путинской россии идет расконсервация многих убежищ и значит это реставрирует ну там делают соответственно современный ремонт оборудование видим более современным устанавливается как сиренью то есть не сиренью этой как называется черемуха черемуха черемухой пахнет красота спортсменки бегают толстопопые спортивные спортивные зря так сказал начинал я прогулку вот отсюда и шел туда помните да и сейчас делать вот такой круг и вот вышел с этой стороны с этой стороны и соответственно сейчас иду опять на мост по правой стороне на выход вот не знаю сколько минут уже ролик занял не знаю по времени не засек мне поэтому сейчас сойду с моста и может быть еще кусочек где-нибудь там дальше сниму и скомпоную вместе но на этом пока заканчиваем продолжаем нашу прогулку я уже нахожусь в центральной части и пройдусь по улице где сосредоточено множество разных дорогих магазинов вау-де-вилле кафе видите да аринное кафе очень популярное у местного бомонда пройдем по улиц где любит гулять этот бомон сейчас за микрофон немножко запрячу под куртку чтобы это что ветер дует боюсь боюсь будет задувать сильно так можно пойти вон там можем пойти здесь пойдем здесь так ну что какую нам еще тему обсосать значит про депрессии там я уже рассказал частично человек на эту тему думаю еще раз повторяю я никогда не был им подвержен всего того что у меня всегда было какое-то занятие общий оптимистический всегда настрой не брал ничего стара постарался по крайней мере не брать голову особо разные проблемы не застрять на них внимание но и вот так и так далее да и благодаря этому всему я сейчас гуляю по стокгольму на полной почанке как узнаете я не работаю так начался дождь я поеду домой а вот я смотрю один знакомый товарищ стоит он еще не видит он еще не видит пачанга ты говоришь пока говори вот так вот мир тесен стокгольме такой большой город можно встретить но да да нормально да ты тоже скажем а у тебя телефон всегда при себе да да это редкий случай вообще-то говоря я мы добро пожаловать на youtube сумасшедшим блогерам который круглосуточно для вас снимают контент для вас и вот сейчас вот сейчас да я сегодня снимал контент была тема так не знаю тебе дружина скоро ехать я слышал сейчас буквально один вопрос и ты ответишь да это все экспромтом естественно ты не знаешь какой вопрос только приехал да но я еще немножко погулял листопать практически недавно в общем я сегодня записывал контент на тему депрессия да мне там ну как бы сказать были вопрос таки как спасаться депрессии все подвержены депрессии люди значит задаются вопросом многие не находят выхода ну а депрессия может от разных вещей там нехватка денег там работает работы не жилье оплатить нечем это и пожрать нечего и то да сё и вот в эти вопрос испытывал ли ты депрессию насколько сильно бывал эти депрессии как-то тебя спасался ли тебя вообще не бывал депрессии я бы мог ее сейчас часа на два я понимаю но ты коротко коротко с тобой прошлый раз когда стояли у сакурой да я тебе читал японские стихи да это совсем недавно бороле как было было да заценили подписчики или нет я думаю мало кто понял японский язык но кто понял они заценили да и мы тогда или вели речь о японской поэзии и в том числе о самурае да вот метод самурая чтобы выходить из депрессии умри ты уже мертв все тебя нет признает а просто признает ты мертв а потом просто утром когда ты открываешь глаза когда ты просто открываешь глаза это уже самый большой подарок который тебе всевышним дается самый большой подарок и ты не должен забывать что в этот момент когда ты открыл глаза когда ты видишь этот мир со своими настолько никчемными проблемами нету работы уволили с работы ушла девушка ушел парень нету денег и вся остальная хрень полнейшая просто мелкая как не знаю вот пыль на моих патчангоходов это имеет больше веса они тут вся пыль вообще-то я не вижу особо вот любая пыль на наших патчангоходов имеет больше веса чем все эти проблемы потому что ты открыл глаза в этот момент миллионы людей эти глаза не открыли после этого о какой депрессии о каких проблемах а каких вот этих всех вещах ты вообще имеешь право говорить будь благодарен просто просыпаешься и говоришь спасибо 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 и бесконечное спасибо за то что просто имеешь еще один день жить радоваться двигаться вот видели я вам значит предложил несколько способов курение алкоголь труд какой-то на благо родины а вот анзор нам предлагает совершенно другой путь намного более эффективный я так думаю и более полезно для здоровья на этом на это оптимистической роте ноте мы заканчиваем да вообще хорошо здесь хорошо будем быть традицию поддерживать пачанга пачанга